7 класс, 13 серия. Многочлен. Многочленом называется алгебраическая сумма нескольких одночленов. Причем, если многочлен состоит из двух членов, то его называют двучлен. Вот это алгебраическая сумма двух одночленов. Если же многочлен состоит из трех членов, то его называют трехчленом. Вот алгебраическая сумма трех одночленов. Одночлен – это произведение буквенных и числовых множителей. Числовое значение многочлена. Это то значение, которое получится, если вместо буквы подставить заданное число. Давайте найдем значение числовое вот этого многочлена, если а принимает значение 1, а b минус 1. Но прежде чем подставлять вот эти значения, давайте упростим. Так, надо выполнить действие умножения и записать каждое слагаемое в стандартном виде. Итак, стандартный вид. На первом месте записывается множитель числовой. Надо перемножить числа. Это будет 8. А дальше буквы идут в алфавитном порядке. а в кубе надо умножить на а в первой. При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели складываются. Значит, будет а в четвертой. b в первой, если показатель степени не записывается, подразумевается первая степень. b в первой умножить на b в квадрате. b в кубе. Так вот, выполнено действие умножения, и первое слагаемое записано в стандартном виде. Так, следующее слагаемое. Числовой множитель записываем в первую очередь. Дальше идет а в квадрате и b в седьмой. 4 плюс 3. Показатели складываются при умножении. Получается b в седьмой. Так, и третья слагаемое. На первом месте записывается числовой множитель. 7 умножить на 2 – это будет 14. Дальше а в квадрате и b в квадрате. b в первой умножить на b в первой – это будет b в квадрате. Так, теперь надо найти числовое значение этого многочлена. Если а принимает значение 1, а b – минус 1. Вот теперь, после того, как многочлен мы упростили, выполнили все действия, привели к стандартному виду, теперь давайте подставим значение. Так, и надо назвать числовое значение многочлена при а, равном 1, а b, равном минус 1. Итак, 1 в четвертой степени – это 1, минус 1 в кубе – это минус 1. Значит, первое слагаемое будет минус 8. Так, минус 8. Так, второе слагаемое. Здесь будет плюс 1, здесь будет минус 1. Минус минус 3, значит, плюс 3. Так, здесь показатели числа четные. Значит, будет 1, значит, плюс 14. Значит, 17 минус 8, получается 9. Числовое значение данного многочлена равно 9 при вот таких значениях а и b. Первая задача. При каком значении х многочлен равен 0? Так, здесь есть двойные скобки. Значит, раскрытие надо начинать с внутренних скобок. Прежде всего раскрыть вот эти скобки и эти, а затем уже раскрывать внешние скобки. Если перед скобками стоит минус, раскрывая скобки, знаки надо поменять на противоположные. Было плюс 8х, будет минус х. Было минус 5, станет плюс 5. Так, здесь будет минус 1 и минус х. Когда раскрыты внутренние скобки, значит, можно сразу раскрывать внешние, а можно сначала привести подобные слагаемые. Подобные слагаемые – это слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть. Например, минус 7х и минус 8х. Это минус 15х. Плюс 5 и минус 3 – это будет плюс 2. Так, здесь будет 9х минус х – это 8х и минус 1. Так, затем раскрываются внешние скобки. Если перед скобками стоит знак плюс, скобки просто отбрасываются, знаки сохраняются. А если перед скобками стоит минус, знаки надо заменить на противоположные. Так, затем мы приводим вот к такому виду. Минус 23х равняется минус 23х равен 1. Это ответ. Вторая задача. Может ли значение многочлена быть положительным, если а и b – числа отрицательные? Давайте посмотрим. Если отрицательное число возводится в степень с четным показателем, то число будет положительное. Так, а в кубе отрицательное число возводится в нечетную степень. Первый множитель будет отрицательный, и второй множитель тоже отрицательный. Отрицательное число умножить на отрицательное число получится положительное. Значит, второе слагаемое тоже положительно. А в первой отрицательное число умножается на отрицательное. Значение произведения положительно. Отрицательное на отрицательное получается положительное. И здесь тоже положительное. Все слагаемые числа положительные, значит, значение многочлена будет положительно. Третья задача. Делится ли на 13 значение выражения? Обратите внимание, основание степеней – это числа, которые делятся на 1001. Число 1001 можно представить в виде произведения, где один из множителей равен 13. 1001 – это произведение простых чисел 7 на 11 на 13. Итак, основание степени 1001 делится на 13, значит, и значение степени будет делиться на 13. 2002 тоже делится на 13, потому что 1001 делится на 13, и 3003 тоже делится на 13. Каждая слагаемая делится на 13, значит, и значение этого выражения будет делиться на 13. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok